Давным-давно, около ста лет назад, на берегу Балаковки было чисто. Там стояли хлебные амбары и зерно загружали на баржи. Сейчас здесь любимое место отдыха горожан, которые не всегда хотят за собой убирать мусор. Вооружившись мешками и перчатками, на борьбу с загрязнениями прибрежной зоны отправились они, ученики балаковских школ. Приветствуем вас на экологической акции «Росгидро оберегает». Друзья, как здорово, что вы сегодня собрались все вместе здесь, в пятницу, сделать ваш любимый город Чище. Я знаю, что аплодисменты в перчатках не очень громкие, но этим постараемся с вами, похлопаем друг другу. Вообще, история экоакции «Оберегай» началась в 2005 году, когда сотрудники Нижегородской ГЭС провели первое подобное мероприятие. Затем к ним присоединились и другие филиалы «Росгидро». В каждом регионе акция проходит по-своему, несет свой оттенок. Но главное одно, во-первых, это соревновательный момент, то есть кто наберет наибольшее количество мусора. Во-вторых, это должен быть праздник, то есть дети должны получить удовольствие. И для Балакова эта акция стала доброй традицией. Экологический десант на этот раз высадился на посещаемое, а потому не очень чистое место нашего города – берег реки Балаковка. А до этого было еще 10 акций, во время которых активисты убирали и набережные, и пляжи, и берега Волги, и даже парк. Но если раньше Балаковцев приходилось уговаривать поучаствовать в масштабном субботнике, то в этом году все было по-другому. В этом году была необычайная ситуация, то есть мы рассчитывали, что к нам придет 200 человек. Мы закупили экипировку, реквизит, призы на это количество человек. А когда начали принимать заявки, я поняла, что количество человек превышает в два раза то, нежели мы рассчитывали. В итоге в этом году решили пойти на крайние меры, не отказывать в участии ни одной школе, но сократить количество ребят в каждой команде до 10 человек. Но все равно на борьбу с мусором вышли более 200 человек – ученики 20 городских школ и воспитанники центра «Ровесник». Те, кому доверили уборку территории, оправдали все надежды на 100%. За два неполных часа акции «Оберегай» было собрано 227 мешков мусора, но некоторые находки даже не помещались в мешки и претендовали на звание самых необычных вещей, найденных на берегу. Для самых необычных находок организаторы даже придумали специальную номинацию, и список неожиданных вещей рос буквально по минутам. Расскажите, пожалуйста, что вы сегодня нашли интересного? Кастрюлю нашли. По-моему, самая интересная находка – это была кастрюля, но ее не засчитали за очень интересную находку, поэтому это оказалось обычной находкой. Люди что оставляют в основном? Ну, в основном какие-то бумажные отходы, какие-то бутылки, крышки, все вот в таком подобии. Большинство пластмасс. Меньше всего это железо обычное, и все, железки просто там разные. Мы нашли очень интересную вещь, мы нашли канат железный, но мы его не можем унести. Но кто-то не гнался за необычными находками, а выбрал основательный подход к уборке. Так, прямо в нескольких метрах от империзированной сцены организаторы заметили шевеление в зарослях. Глядь, а это, как медвежонок из бурелома, выходит один из участников эко-акции. Да не с пустыми руками. Я это нашел очень случайно, чисто. Так мимо проходил, решил посмотреть, может тут что не взяли. И наткнулся на этот огромный куст. А там столько всего, всяких бутылочек, всяких вот этого всего. По итогам акции второе место заняла команда школы номер 15. На ее счету 18 мешков мусора. Третье место разделили ученики школ номер 7 и 28, собравшие по 15 мешков. А кто же сделал самый большой вклад в создание чистоты на берегу реки Балаковка? Итак, диплом первой степени достается команде, которая представляла школу номер 4. Да, вот они, наши обладатели первых мест. Возьмите, пожалуйста, всю эту стопочку дипломов вам. Но на этом акции «Оберегай» не заканчивается. Она продолжится в социальных сетях. Она будет в виде фотоконкурса на сайте «Оберегай» специальном и в инстаграме, и в социальных сетях. Нужно будет выкладывать фотографии, сделанные здесь, на месте уборки. За нее нужно будет голосовать. И фотография, которая наберет наибольшее число лайков, ее автор получит приз уже от компании «Русгидро». Ну а самые ценные слова благодарности звучат, наверное, в комментариях к новости об акции «Оберегай». Балаковцы говорят школьникам огромное спасибо за приведенный в порядок берег реки Балаковка.